Здравствуйте, я Брайан Трейси, и сегодня я хочу поговорить о том, как стать человеком, ориентированным на достижение целей, и это одна из лучших вещей в жизни, которую вы можете сделать. Запишите все цели, которых вы хотели бы достичь в ближайшие 10 лет. Затем выберите самую важную из них. Возможно, самым важным словом в достижении огромного успеха в работе и личной жизни является слово «ясность». Ясность требует от вас абсолютно четкого понимания, кто вы такой, во что вы верите, что у вас действительно хорошо получается или будет получаться, и цели, которых вы хотите достичь. Люди, у которых есть четко сформулированные цели, и которые точно знают, чего они хотят достичь в каждой сфере своей жизни, добиваются гораздо большего, чем те, кто не уверен или неясно представляет себе, чего хочет. Очевидно, что именно ваше превращение в человека, активно добивающегося целей, максимально поможет вам больше зарабатывать и быстрее развивать карьеру. Именно способность ставить и достигать цели называют главным навыком успеха. К счастью, любому навыку можно научиться. Этот навык тоже можно освоить довольно быстро, а затем совершенствовать, упражняясь изо дня в день. Существует множество методов и техник постановки целей. Есть даже многодневные тренинги на эту тему. Однако, великая истина заключается в том, что любой метод лучше, чем вообще никакого. Сейчас я вам дам простую, но мощную формулу из семи шагов, которую вы можете использовать для постановки и достижения любой цели. Шаг первый. Решите, чего именно вы хотите. Решите, чего вы хотите достичь в своей профессии. Определите свой идеальный доход. Сколько вы хотите зарабатывать в следующем году и в последующие годы. Определитесь желаемым образом жизни. Какой дом вы хотите, какую семью, какое здоровье, какой вес и какую физическую форму. Все это очень важно. Определите ваши цели во всех важных для вас областях. Если вы можете определиться со своими целями, то вы сможете их достичь. Но если вы не можете определиться с ними, то вы не сможете их добиться. Все просто. Большинство людей никогда этого не делают. Когда вы точно знаете, чего хотите, вы отделяетесь от большинства населения и присоединяетесь к 20% самых успешных людей. Шаг номер два. Запишите цели. Когда вы записываете свои цели на бумаге, между вашей головой и вашей рукой происходит нечто удивительное. Процесс написания фактически программирует эти цели в вашем подсознании. Они обретают силу и начинают притягивать в вашу жизнь нужных людей и новые возможности. Каждый человек, с которым я когда-либо разговаривал, и кто начал регулярно записывать свои цели, был абсолютно поражен тем, как быстро эти цели были достигнуты. Шаг номер три. Установите крайний срок. Если это большая цель, установите промежуточные сроки. Если вы по какой-либо причине не уложились в срок, просто установите новые сроки. Дело в том, что вашему подсознанию нужна простая система стимулов или конкретная задача на время, которую нужно решить. Когда вы устанавливаете крайние сроки, вы активируете больше своих сверхсознательных способностей. Вы почувствуете внутреннюю мотивацию сделать все необходимое для достижения вашей цели в установленные сроки. Вы начнете видеть вокруг себя возможности, которые не увидели бы, если бы не записали свои цели. Шаг номер четыре. Составьте список. Запишите все задачи, которые вы только сможете придумать для достижения вашей цели. По мере того, как вам будут приходить в голову новые задачи и дела, добавляйте их в свой список. Пополняйте этот список до тех пор, когда вы уже не сможете придумать что-то еще. Это очень важно. Шаг номер пять. Преобразуйте свой список в план. План — это список задач, упорядоченных по времени и последовательности. Что нужно сделать в первую очередь? Что можно сделать позже? Что более важно? Что менее важно? Когда у вас есть цели и план, считайте, что у вас готов проект, чертеж вашего успеха. Теперь вы готовы достигать своих целей гораздо быстрее, чем раньше. Вы добьетесь в пять или в десять раз больше, чем человек без цели и плана. Шаг номер шесть. Действуйте по плану. Делайте хоть что-нибудь. Не откладывайте, следуйте плану. Выберите наиболее логичный первый шаг и приступайте. Удивительно, как много великих целей и планов было похоронено из-за того, что к ним так и не приступили. Не позволяйте этому случиться и с вами. Шаг номер семь. Каждый день делайте что-то, что приближает вас к вашей главной цели. Каждый день предпринимайте конкретные действия, которые двигают вас в направлении вашей самой важной цели. Это, пожалуй, самый важный шаг из всех. Делая что-то каждый день, вы развиваете силу инерции. Благодаря этой силе вы будете двигаться к своей цели все быстрее и быстрее. В то же время и ваша цель будет приближаться к вам все быстрее и быстрее. Это просто потрясающе. Чем вы сосредоточеннее на цели, тем меньше времени вы тратите впустую и тем больше достигаете. Чем больше вы достигаете, тем более ценным вы становитесь для своей компании и для себя самого. Когда вы становитесь целеустремленным человеком, вы начинаете выделяться среди окружающих людей. Вам открывают новые возможности и дают больше полномочий. Ориентируясь на достижение целей, вы неизбежно станете больше зарабатывать и быстрее продвигаться по службе. Прямо сейчас возьмите лист бумаги и напишите 10 целей, которых вы хотели бы достичь в ближайшие 12 месяцев. Запишите эти цели в настоящем времени. Например, я зарабатываю столько-то долларов в год. Или я заработал столько-то долларов к 31 декабря такого-то года. Так, словно год уже прошел, а ваша цель уже достигнута. Выберите из своего списка одну цель, которая может оказать наибольшее позитивное влияние на вашу жизнь и карьеру. Выпишите эту цель на чистый лист бумаги, установите крайний срок ее достижения и составьте письменный план ее достижения. Действуйте по своему плану и приучите себя каждый день делать что-то, чтобы продвигаться к своей самой важной цели. Одно только это мощное упражнение по постановке целей может изменить вашу жизнь, так же, как оно изменило мою и жизни тысяч, а может и десятков тысяч моих учеников. Я бы хотел получить от вас обратную связь, поэтому прошу ответить в комментариях на мой вопрос. Какую одну цель вы хотите достичь к концу следующего года? Цель, которая могла бы оказать наибольшее позитивное влияние на вашу жизнь и на другие ваши цели. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Спасибо за просмотр. И помните, если вы хотите изменить свое будущее, действуйте. И действуйте не откладывая. Продолжение следует...